Ежегодный крестный ход православные совершают в честь Сергия Радонюшского и новомученица княгини Елизаветы. Именно поэтому путь крестного хода пролег между двумя храмами в честь этих святых. Участниками шествия стали священнослужители Ленинск-Кузнецкого благочения и прихожане храмов. Несмотря на непогоду, собралось более ста человек. Колонна верующих отправилась от храма Сергия Радонюшского по проспекту Кирова до улицы Васильева, далее по спастанции Шакурино-Тапкинской проспекту Текстильщиков и до храма Часовни в честь преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы. Храм был построен в ноябре прошлого года. Как известно, княгиня была реформатором милосердного служения в России, лично помогала бедным, ухаживала за больными вместе с другими сестрами милосердия. Поэтому сегодня при храме в честь Елизаветы существует православное сестричество, где служат 37 сестер милосердия. Великую княгиню арестовали весной 2018 года, а глубокой ночью 18 июля, в день обретения мощи преподобного Сергия Радонюшского, которого сегодня также вспоминают, Великую княгиню вместе с другими членами императорского дома бросили в шахту старого рудника. Скончалась она в страшных мучениях от жажды, голода и ран. В 1992 году Русская Православная Церковь причислила преподобную мученицу к лику святых новомучеников России. У храма Елизаветы верующие приняли участие в молебне. После праздничного богослужения все пригласили на общую трапезу. «Самое главное – это молитва о городе, о Ленинск-Кузнецке, чтобы зла было меньше, чтобы дети наши выросли патриотами. Потому что Сергий Радонежский, кем он был? Монах в пустыне, не в пустыне, в лесу. Он был патриотом. Он пытался свой дух поднять, и потом вокруг него тысячи спасались. Святая Елизавета кем была? Патриоткой в первую очередь. Она ходила, служила больным, показывая всем, всем боярам, всем богатым людям, как надо к простым людям относиться. Не забывать надо простых людей. Вот какой пример. Поэтому простые люди святую Елизавету так очень не любят, потому что она показывала пример. Сегодня совершили мы молитву о городе, о стране нашей. Но самое главное – это что? Быть вместе. Потому что когда мы вместе, мы в любви. А Бог есть любовь.